Добрый день, я детский лор-врач Анастасия Сокольская и сегодня мы поговорим о храпе у детей. Храп – это звуковой феномен, который возникает вследствие вибрации мягких тканей глотки при прохождении воздуха через дыхательные пути. К причинам храпа можно отнести врождённая узость носовых ходов, искривление носовой перегородки и наличие полипов в носу, разрастание лимфоидной ткани, а именно аденоидной вегетации, увеличение нёмных миндалин, удлинение мягкого язычка, ожирение. Наиболее частой причиной храпа у детей является увеличенная носоглоточная миндалина аденоидной вегетации и увеличение нёмных миндалин. Разросшаяся лимфоидная ткань препятствует прохождению воздуха. Ночью, когда в силу естественных причин мышцы глотки расслабляются, происходит звуковое дребезжание, храп, вплоть до остановки дыхания. Появление храпа у детей во время сна при вирусной инфекции – частая проблема. При насморке слизистая носа отекает, набухает, возникает нарушение носового дыхания, что само собой может провоцировать храп. Помимо этого происходит естественная активация лимфатической системы, проявляющаяся в увеличении носоглоточной миндалины и нёбной миндалин. Гипертрофия нёбных миндалин на фоне аденоидных вегетаций дополнительно приводит к храпу. Если ваш ребёнок храпит, немедленно обратитесь к лор-врачу для выяснения причины. Дети первых дней жизни тоже могут храпеть, чаще это норма. Эта проблема заключается в узости носовых ходов. Вам рекомендуется очищать носовые ходы от корочек и увлажнять физиологическим раствором. Следите за сном своего ребёнка и при малейшем нарушении обращайтесь к профессионалам. Будьте здоровы! До свидания!